Привет, просветители. Я не знаю, что на прошлой неделе курри ели и пили наши государственные мужи, но контента они подвезли мне немало. Плодотворненько так поработали. Для всех проблем страны решение нашли. Практически. Судите сами. Что делать с демографией? Узнали. До сих пор отойти не могу. Как бороться с нехваткой учителей в школе? Выяснили. Лучше бы не выясняли, честное слово. Путь в светлое будущее для российского образования? Проложили. Да, и сегодня в ролике будет Сергей Кравцов. Я знаю, вы ждали. В общем, нам есть что обсудить. Начнем, наверное, с самого потрясающего высказывания. Эва. От министра здравоохранения Мурашко. Знакомьтесь. Когда пару лет назад в одном из роликов я шутил, что скоро чиновники заявят, что образование для женщин переоценено и меньше думай больше рожай, я шутил. Я правда шутил. А вот министра нет. Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Я вчера об этом говорил. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить, и только после этого озаботиться о деторождении. Что в результате получается? Дополнительная проблема в виде бесплодия, невынашивания и многих других проблем. И сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Тут даже не знаешь, с чего начать. Здесь прекрасно все. От начала и до конца. Я не знаю, в каком мире живет мурашка. Явно не в нашем. Но на родителей сейчас оказывается максимальное давление. Общество ждет, что будущие матери и отцы серьезно отнесутся к появлению ребенка. И как минимум будут к этому готовы. Ребенок всего лишь циферка в статистике, только для чинуш. Слава богу, наше общество уже достигло того уровня развития. Не все граждане, конечно, но тем не менее. Когда люди задумываются не о количестве, а о качестве. Если ты просто родишь в никуда, ну так мурашка посоветовал. Никто тебя из окружающих по головушке не погладит. И когда ты столкнешься с финансовыми трудностями, а огромное количество молодых семей столкнется. Первое, что ты услышишь, а где была твоя голова? Тебя никто не просил рожать? Ну, кроме мурашка. А на какие шиши вы планировали ребенка поднимать? Такие жизненные вопросы. Согласитесь. А еще, возможно, господину министру все равно в каких условиях растут его дети. Но сознательные люди обычно хотят предложить своему ребенку хоть что-то. Что сможет дать мать без образования и карьеры? Надежду, что папа не уйдет за хлебом? Окей. А если все-таки уйдет? Кто молодой маме поможет? Мурашка? Алименты? Лол. Понятно, что я всего лишь проплаченный западом либерда. Но я искренне считаю, что каждый человек, вне зависимости от пола, должен уметь себя содержать. Какая бы у вас правильная семья ни была, болезни и несчастные случаи никто не отменял. Встать на ноги, в том числе финансово, важнейший пункт взросления любого человека. Ах, эти навязанные западом ценности. Женщина хочет быть уверена, что она и ее ребенок не протянут ноги с голодухи. Но возмутительно. Реально порочная практика. Человек осознает, что ребенку нужна еда, одежда, памперсы, коляска, игрушки, кружки. Место, где жить, в конце концов. Но не все готовы плодиться и размножаться в той же комнате, где еще десяток детей находится. Привет, одна очень известная российская семья. Напишите в комментариях, если догадались, о ком я говорю. Обеспечить материальную базу. И с чего? Решайте проблемы по мере их поступления. Нет, но вот тут правда приходит в голову ужасная фраза про плодить нищету. Зато все в рамках традиционных ценностей. Привязать необразованную женщину без каких-либо карьерных перспектив к мужу. И никакой закон о профилактике домашнего насилия не нужен. Да куда ты пойдешь? Опыта нет, образования нет, денег на черный день нет. Это же все порочная практика. Никогда еще порог не был таким соблазнительным. Конечно, сами женщины без мурашкиных советов ни за что бы не разобрались, как правильно расставить жизненные приоритеты. Вот поэтому министр призвал доносить до каждой дамы информацию о порочной практике. Не, ну так-то свои цели он достиг. Его слова на прошлой неделе обсуждали буквально все. Жалко, что господин мурашка еще уверенность в завтрашнем дне к тем же самым вредным идеям не отнес. Вообще не представляешь, что завтра будет с тобой, с мужем, не заберут ли его, с финансами, со страной. Самое время родить. Наверное, где-то между строк потерялось и высказывание министра о том, как государство планирует поддерживать этих молоденьких необразованных малоимущих мамочек. Ну, это же вы их рожать призываете, без всякой базы. Понятно, что общий посыл министра потерялся за его весьма странным выбором слов. Идея это с точки зрения биологии здравая. Конечно, родить в условные 20 проще, чем в 35. Но, во-первых, не все определяется биологией. Мы социальные существа и давно уже перешагнули стадию. Просто роди. А там как-нибудь сами в огороде вырастут. А, во-вторых, назвать желание женщины ответственно подойти к своей жизни и жизни своих детей порочным. Ну, это сильно. Умеете, могете. Ситуация, конечно, максимально странная. Телевизор кричит, что у нас все замечательно. И тут как бы сложно спорить. Сотни тысяч молодых людей эмигрировали. Так они нам и не нужны, они предатели. Но рожать нужно срочно, не задумываясь. Тысячу людей отправили в Украину. Так что народа, судя по всему, хватает. Но опять же, бегом в роддом. А вы точно о здоровье женщин переживаете? Господин Мурашка, что-то тут не особо сходится. Вынужденная эмиграция топовых специалистов это очищение общества. Туда им и дорога. Но женщины должны рожать, не думая ни о чем. В общем-то, вырисовывается определенный образ. Кого хотят получить в итоге эти товарищи? Женщины рожать, мужчины, сами знаете куда. Окей, с демографией разобрались. Теперь самое время понять, кто эту Араву Мурашат учить будет. Потому что, по-моему, всем в стране, кроме господина Кравцова, очевидно, что с педагогическими кадрами у нас напряженка. А тут после призыва министра все старшеклассницы как? Побегут в роддом? И что делать? На этот вопрос есть ответ у депутата от ЛДПР Бориса Чернышева. Не волнуйтесь, все под контролем. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев в письме к главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложил привлекать к наставничеству в школах пенсионеров. Не, ну а что они дома без дела сидят? Автор инициативы отмечает, что в стране есть дефицит специалистов в сфере школьного и дошкольного образования. Да ладно, кто бы мог подумать? Сергей Сергеевич Кравцов, обратите внимание, это не я, а сказал депутат. И вместо того, чтобы сделать работу в школе престижной для молодежи, мы попытаемся пенсионеров в кабинет затащить, еще и бесплатно работать. Не, ну так-то не прикопаешься. Одновременно с этим обостряется и другая проблема. Одиночество пожилых людей, считает депутат. Чернышев также сослался на текст некоторых исследований, говорящих о том, что общение с детьми может улучшать психическое самочувствие пожилых людей и помогать им справиться с тревогой и депрессией, также говорится в письме. Общение с детьми, а не попытки успокоить целый класс. Если что, это немного разные вещи. Но, похоже, у нас еще один пример. О школе знают только по картинкам. Деткам же скажешь, сидите и слушайте 70-летнюю бабушку. Они и будут? Нет. В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу разработки и внедрения в российских учреждениях общего образования программы наставничества с привлечением неработающих пенсионеров с профильным педагогическим, медицинским, психологическим и дефектологическим образованием. Ну, хоть с профильным образованием. И то хорошо. Правда, забавная ситуация получается. Учитель ушел на пенсию, но в итоге вернулся по факту на ту же самую работу. Только теперь ему за это еще и платить не будут. Может быть, тогда и на пенсию смысла не было уходить? А, нет. Государству же нужно помочь. Работать за идею. Учитель, работающий в школе бесплатно, это просто мечта российского чинуши. И вот она, наконец, озвучена. Вы уже представляете, как в обычную школу приходит 70-летний мужчина и начинает в детских конфликтах разбираться? У меня вот хорошая фантазия, но не до такой степени. А сегодня, детишки, Шизоид Парфентьич будет у вас бытовые навыки развивать. Круто! Еще один депутат пытается изобрести колесо. На всякий случай открою страшную тайну. Встречу с интересными и профессиональными людьми в школах и так проводили. Всегда. Только это не подавалось под соусом. У нас педагогов не хватает, поэтому давайте пенсионеров с лавочки к доске пригласим. А что школой-то ограничиваться? У нас, вон, с дорогами проблемы. Пусть старики на досуге с асфальтом поиграются. Медицинских работников не хватает. Что? Баба Нюра не сможет утку вынести? Не, ну реально, это же просто непаханное поле возможностей. Чернышов добавил, что предлагаемая программа наставничества может быть реализована в группах продленного дня или на уроках разговора о важном. По его словам, проект носит социальный характер и не потребует финансирования оплаты услуг наставников. Не хватает педагогов для продленки? Да просто пенсионеров пригласите. Им даже платить не нужно. Красота! А вы, случайно, не хотите бесплатно в продленки поработать? Разговоры о важном еще никогда не были такими интересными. Наркоманы! Проститутки! Наверное, наш любимый Сергей Кравцов тоже решил не отставать от коллег, и именно по этой причине немножко кринжа навалил. Получилось не так эффектно, как у Мурашка с Чернышевым, но зато в очередной раз удалось доказать, что представление министра об образовании весьма смутное. Что, собственно говоря, произошло? Сергей Кравцов попал в санкционный список и тут же решил успокоить взволнованную общественность. Мы же прям спать из-за этого не могли. Не переживайте, на нашей системе образования это не отразится. Да ладно, а мы-то думали, что у нас все школы страны буквально на одном Кравцове держатся. Но и на разговорах о важном. И вот на этом моменте можно было бы и замолчать. Но проблемы с эффективными менеджерами, им постоянно нужно всем вокруг доказывать свою эффективность. На словах. Ну а Сергею Кравцову еще и в общем потоки быть. Патриотизм, санкции нам не страшны. В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечной системе образования следовать своим уникальным курсам и развиваться успешно, невзирая на давление извне, сказал он. Мы подобную риторику слышали уже не раз. Мякотка, как говорится, дальше. Подтверждением правильности выбранного суверенного пути являются победы школьников на международных олимпиадах, отметил Кравцов. Напомним, что на прошедшей международной олимпиаде по физике российские школьники завоевали пять золотых медалей. Эээ, понимаете, по мысли нашего министра просвещения, победы школьников на олимпиаде по физике – это заслуга суверенной системы образования. Ну, уже с вами как-то здесь пытались выяснить, что это за зверь такой. Пока понятно, что это только много патриотизма, разговоры о важном, возьмем все лучшее из опыта Советского Союза и не нужны нам никакие западные мониторинги. Внимание, вопрос. Что из этого помогло на олимпиаде по физике? Заметка на полях. О суверенной системе образования Кравцов заговорил только в середине прошлого года. Что конкретно изменилось в работе учителя физики за последние полтора года? Можно по пунктам перечислить, что поменялось в системе образования-то. Может быть, у нас какие-то совершенно новые методики преподавания физики появились? Я даже не знаю. Намекните, что ли, министру просвещения, что за подобными победами стоит многолетний труд учеников и педагогов. И ваша новая, суверенная система никакого отношения к этим достижениям не имеет. Вот еще в январе 2022 года в России физика была не какущая, а как в мае Кравцов начал вещать о суверенной системе, так знания буквально с неба посыпались. Нет, ну так-то понятно. Когда у тебя от всех достижений только разговор о важном, с грубейшими фактическими ошибками, и постоянные рассказы о престиже профессии учитель, тут можно и чужие достижения слегка прихватизировать. А когда наши ребята побеждали на Олимпиадах, в те времена, когда мы еще европейцев партнерами называли, это, наверное, были победы вопреки. А вот теперь благодаря. Ура, товарищи! Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в моем новом видео. Всем хорошего дня и держитесь. Субтитры сделал DimaTorzok